Здесь до того странные какие-то фашистские вещи, он прям начал говорить, поэтому я немножко, конечно, удивился этой теме, все-таки режиссер там вроде. И Гордон, к сожалению, там подошел несправедливо, он сказал, что Чечня, это был внутренний вопрос России, и он тут не прав, это нас обидело. Но тем не менее, как я говорю, Гордон это не тот человек, который сейчас вот это сказал, и мы теперь его возненавидели там. Томсо, что думаешь о Сокурове? Сокуров! Сокуров прям вошел во все ленты СМИ на этой неделе из-за того, что он задал этот вопрос Путину на встрече, как она там называется, у них СПЧ, Совет по правам человека при президенте Российской Федерации. Он задал вопрос Путину о том, не стоит ли им, россиянам, пересмотреть институт геройства. Не странно ли это, что якобы псковские десантники являются героями, и Кадыровы, которые, мол, против них воевали, тоже являются героями. Тут, конечно, Сокуров попутал немножко вообще, он потерялся во времени с псковскими десантниками, с теми самыми псковскими десантниками, которые были уничтожены, Кадыровы как раз не воевали, они уже были тогда на стороне России. Ну, то, что он в этом ошибся, это как бы не меняет сути, мы прекрасно поняли, что он имел в виду. Его как бы понять можно, то, что говорит Сокуров, можно было бы понять, хоть я и не согласен с этой точкой зрения, я это уже высказывал, я считаю, что наоборот, такие миры должны быть российскими героями, это нормально. Но то, что дальше начал говорить Сокуров, это уже какие-то, ну, не совсем верные, не совсем правильные вещи, он стал откровенно оправдывать национализм. Во всяком случае, не импонирует эта его точка зрения, как бы он ни высказывался против Кадырова, тем самым он абсолютно никак не является, как бы, человеком нашей стороны, там, или... То есть он одинаково ненавидит и нас, и Кадырова, ему нет разницы, понимаете, вот в нем чувствуется какая-то ненависть. Вот это вот, как он сказал, что националист, это человек, любящий свою семью, свою что-то там, родину и так далее, но это мы же понимаем, что... Ну, давай тогда и Гитлера так же оправдай, Гитлер тоже любил свою семью, свою родину, почему он тогда плохой, а ты хороший? То есть здесь до того странные какие-то фашистские вещи, он прям начал говорить, поэтому я немножко, конечно, удивился этой теме. Все-таки режиссер там вроде как выступает как какой-то там либерал, и тут на тебе откровенная такая, прям ненавистнические какие-то высказывания. Кайрат, вы сегодня много говорили о предателях, а тогда были ли предателями чеченцы, вступившие в дивизии СС, чтобы воевать против СССР, и из-за которых потом подвергся высылке весь народ? Или такое предательство это норм? По какой шкале это измерить? Может тогда и выбор Кадыровых имеет право на жизнь? Кайрат, это вообще несравнимые вещи, потому что ни те чеченцы, которые вступали в СС, ни те чеченцы, которые вступали в Красную Армию, не являлись предателями. И те, и те поступили неправильно. Они имеют одинаковое положение, по сути, хотя тех, которые вступили в ряды СС, еще можно понять с точки зрения логики. Так как чеченцы тогда находились под оккупацией советской, и немцы воспринимались как освободители этой оккупации. Поэтому здесь можно даже понять тех, кто вступали в СС. Но, понимая, кто такие были СС, насколько они были тоже преступниками, разумеется, и это тоже было ошибкой. Поэтому правильно поступили те чеченцы, которые воздержались. Не были ни в Красной Армии, ни в СС. Эти чеченцы поступили правильно. Ошиблись те, которые вступили в какую-либо из этих армии, или выступили, воевали на какой-либо стороне. Но предателями не являются ни те, ни те. Они просто ошибшиеся, потому что они не предали интересов нашего народа. Интересов чеченцев не предавали ни те, ни те. А кадыровы, они предали интересы чеченского народа. Они перешли именно на сторону врага. Для чеченцев непосредственным врагом всегда была Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. То есть Россия, она была всегда врагом тем государством, которое оккупировало, угнетало, геноцидило наш народ. Вот. Немцы с этой точки зрения врагами не были. Но учитывая, что немцы, именно фашисты, они творили страшные вещи над другими народами, то они тоже, конечно, были преступниками, хоть у нас и не было с ними непосредственного какой-то войны и так далее. То есть врагами в таком плане они хоть и не были, но хорошими они в этой ситуации тоже, конечно, не были. Поэтому в этом плане мы и говорим, что и те, и те ошиблись. Салам алейкум, Тумсо. Сегодня узнал про хайбах. Как ты думаешь, правда ли это? Если да, СССР получается ничем не лучше фашистов. Алейкум ассалам. А ты думал, СССР лучше фашистов? Если ты считаешь, что СССР чем-то лучше фашистов, то ты, как в этом фильме было, юный, как это было, какой-то юноша. Забыл я. Наивный юноша как-то так. Житель России. Тумсо, насчет фашистов. Если бы они продолжили продвижение на восток и захватили Чечню, тогда бы она оказалась под оккупацией Германии. Или из двух зол выбирают лучшее? Баракаллаху фикум за ответ. Если бы такое произошло, и Чечня оказалась бы под оккупацией именно, то было бы это лучше, чем сегодняшняя оккупация? Я не знаю. Мы не можем об этом сегодня говорить. Мы понятия не имеем. Как бы к нам отнеслись фашисты? Они нас как евреи возогнали бы в концлагеря? Или они признали бы нас арийской нацией и, наоборот, дали бы нам какие-то привилегии? Мы этого не знаем. Как бы это обернулось для нас? Но я считаю, что это неуместно даже нам об этом рассуждать, потому что, как бы для нас это не обернулось, это обернулось великим бедствием, великим злом для многих народов. Для евреев, в первую очередь, для цыган, для других. Поэтому, ну, на этом фоне мы как бы не можем делать такие, говорить, что, да, нам было бы хорошо, ну и нормально, а остальные там пусть умирают. Это неправильно. Абдурахман Тумсоев. Тумсоев, ассалам алейкум. Дмитрий Гордон в прошлом эфире заявил, что готов с тобой общаться. Ты планируешь выйти с ним на связь? И почему тебе понравилось, тебе понравилось про слова, что Чечня – внутреннее дело России? Ведь юридически это так и было. Часть РСФСР, не СССР, прошу заметить, объявил о выходе из состава. Алейкум ассалам. Я не видел этих слов Гордона, о том, что он готов со мной пообщаться. Скиньте мне это кто-нибудь, если эти слова были. Это первое. Почему мне не понравились, ты хотел сказать, слова Гордона, о том, что это внутреннее дело. Я тебе, ну, я думаю, ты прекрасно понимаешь, почему мне не понравились, и почему, в принципе, это не может понравиться чеченскому народу. Гордону тоже не понравится, если я сейчас буду говорить, что, в принципе, Крым теперь Россия, потому что там состоялся референдум. Там юридически вроде бы тоже все, знаешь. Как бы тут надо смотреть на то, как это была фраза. Дух закона, что ли? Как это? Дух закона. Короче, ладно, не могу я это вспомнить. Ну, короче, тема такая, что это юридически эти проволочки, их можно тянуть там куда угодно. Это одеяло, понимаешь? Говорить, что вот это вот так вот по закону, а это это по закону. У нас тоже все по закону юридически, мы тоже провели у себя и выборы, и все там выбрали, и были все необходимые документы при провозглашении суверенитета. И это все как бы юридически, если Гордон посмотрит на это с другой стороны, он найдет, что юридически мы не были частью РСФСР уже. То есть это тот момент, который здесь нужно подходить не с точки зрения каких-то проволочек документальных, а с точки зрения справедливости. По духу как бы справедливости, понимаете? Справедливо надо к этому подходить. И Гордон, к сожалению, там подошел несправедливо. Он сказал, что это, что Чечня, это был внутренний вопрос России, и он тут не прав, это нас обидело. Но тем не менее, как я говорю, Гордон это не тот человек, который сейчас вот это сказал, и мы теперь его возненавидели. В любом случае, я за себя буду говорить, я его уважаю. И если у меня когда-либо состоится с ним разговор, этот разговор состоится не в том ключе какого-то злостного диспута. Это будет просто уважительный разговор, но я при этом постараюсь вот этот момент с ним прояснить. И я думаю, что он и сам как бы готов признать, что это были неверные слова. Мне так кажется. Может быть, я, конечно, ошибаюсь, но мне так кажется, я хочу в это верить. Субтитры создавал DimaTorzok